Всем привет! Это FreeStudio21.com Перед нами огромный текст из Gateway B2 Plus Сейчас я покажу это здесь, это вот в этом юнити Значит, текст будет о скейтбординге Сразу же говорю, что я, мягко говоря, не эксперт по скейтбордингу Поэтому просьба уважаемым скейтбордистам, кто в этом разбирается Не бросаться тапками, если я вдруг переведу что-то не так Или скажу что-то очень глупое Как видите, текст огромен, поэтому, скорее всего, это будет две части Это отрывок из книги Ника Хорнби, Slam И история подростка со всеми вытекающими отсюда последствиями Ну а теперь читаем, переводим Итак, на следующий день было воскресенье И я отправился в Green City с Рэббитом Или, скорее всего, я увидел Рэббита на автобусной остановке И кончилось тем, что мы пошли вместе Рэббит может делать такие трюки, которые я не могу И он как раз собирался делать мактвист То есть переворот на 540 градусов на рампе Или на пандусе, можно и так говорить Так, что у нас тут интересного? Ну, пожалуй, наверное, я выпишу Went down to Green City Went down показывает нам на то, что человек шел по направлению в город Когда у меня по направлению в город, в центр города имеется в виду Это всегда будет go down Идти или двигаться, будем говорить, по направлению в город К центру города Я не буду переводить, наверное, прозвище его друга Рэббит, ну, в принципе, кролик, можно, конечно, и так говорить Но мне что-то не хочется Далее, вот это or rather В принципе, его можно игнорировать Если вы его не переведете, ничего страшного не случится Или, скорее всего, вот так это будет переводиться Или, скорее всего, или будет лучше сказать Тоже как вариант, можно и так Я увидел его там на остановке и так далее Далее, вот это интересное выражение Ended up going together Если, дословно, мы закончили тем, что пошли вместе Можно, конечно, и так говорить Можно сказать, в конце концов Это будет не дословный перевод, но он отображает суть И обратите также внимание, что возле end up ставится инговая форма Далее, tricks Ну, tricks это трюки Я думаю, мы все знаем, что это А дальше очень интересное выражение Он как раз собирался сделать мактвист И вот это right, оно просто стоит здесь для усиления Его можно игнорировать По большому счету здесь слово right Это заменитель слова just Вот это то же самое Это неправый и неправильный Это просто Вот так вот мы или только Значит, be on the edge of Если мы встречаем вот такую вот фразу Она обычно значит Может значить две вещи В основном это собираться Это по большому счету заменитель going to В каком-то смысле Собираться Или же быть готовым что-то сделать То есть он был готов сделать мактвист Можно и так сказать Кстати, тоже обратите внимание Что у нас после be on the edge of Тоже ставится инговая форма Так, далее 540 degree Degree это градус Кто не знает И далее turn Поворот В данном случае это не turn on А turn именно Поворот или переворот Я думаю, поворот все-таки как-то лучше И далее слово ramp Ramp можно понимать как ramp Можно понимать как pandus Тоже как вариант Пандus Парапет Рампа Едем дальше Следующий абзац When I tried to talk to mom about tricks She always gets modeled up by numbers 540 degrees She said when I was trying to describe a mactwist How the hell do you know When you've done 540 degrees As if we spent our time Counting the degrees One by one But a 540 Is just 360 Plus 180 In other words It's just a twist And a half Mom seemed disappointed When I put it like that I think she hoped That skating Was turning me Into some kind Of mathematical genius And I was doing Calculations in my head That other kids Could only do On your computer TH by the way Has done a 900 Maybe if I tell you That's basically impossible You'll start to see Why he should have a country Named after him So When I try to tell mom About tricks She always put it With the numbers 540 degrees She said when I tried to explain What a mactwist How do you know You made a 540 degrees As if we all spend the time Just to count the degrees One by the other Но 540 градусов Это просто 360 Plus 180 Другими словами Это просто полный оборот И еще пол оборота Мама оказалась разочарована Когда я объяснила ей это так Я думаю Она надеялась Что катание на скейте Превратит меня В какого-то математического гения И я буду делать Вычисления в уме Тогда как другим детям Для этого требуется компьютер TH кстати Сделал оборот На 900 градусов Возможно Если я скажу вам Что это практически невозможно Вы начнете думать Или вы начнете понимать Почему же в честь его Не назвали какую-нибудь страну Это дословный перевод Если не дословный То будет так Вы начнете думать Вы начнете понимать Почему бы ему Памятник за это Не следовало бы поставить Итак Что мы имеем здесь Здесь у нас больше Интересных слов Значит здесь Во-первых Get Modelled up Вот это вот Интересное выражение Modelled up Model up Если я возьму Сам это фразовый глагол Model up Это путаться Путаться Перевирать Что-то Значит здесь У нас Не просто Modeled up Здесь у нас Get Modelled up По сути Это в каком-то смысле Cognitive form Одна из его разновидностей И поэтому здесь Маму сбивают С толку Числа Вот так вот Можно это сказать То есть она не просто Путается в них А ее Они сбивают С толку Далее Значит дальше Все в принципе Понятно Describe Описывать Что-то А дальше Очень интересный вопрос How the hell do you know When you've done 540 degrees И вот это The hell Это вставное выражение Его можно было бы Игнорировать И можно просто сказать Ну как ты знаешь Что ты повернулся На 540 градусов Но проблема в том Что the hell Усиливает мой вопрос Делает его более эмоциональным И более того Это очень-очень разговорно Как черт подери Ты знаешь Вот так вот это переводится The hell Обычно Кстати Обратите внимание Что the должно стоять Обязательно артикль поставьте И оно ставится Если вы хотите Так Высказать Выплеснуть Свои эмоции В своем вопросе Вы ставите его После вопросительного слова Вот таким вот образом То есть по сути Это часть Как бы вопросительного слова Становится Но имейте в виду Что ваш Не то чтобы это Какая-то там Нецензурщина Нет Все нормально Люди так говорят Но это делает Вашу фразу Очень-очень разговорной И очень-очень простецкой Возможно Вы слышали вопрос What's the hell going on? Вот как-то так Что черт подери происходит? Вот так вот Значит The hell Недословный перевод Естественно Черт подери Далее Обратите также внимание You have done 540 degrees Вы сделали 540 градусов То есть это в смысле Повернулись Или перевернулись Вот Вы сделали Это повернулись Имейте в виду Что так можно говорить Далее Ну далее Все в принципе ясно One by one Один за другим Градус за градусом Далее В принципе все понятно Дальше In other words In other words Это другими словами Далее Twist Поворот То есть если у меня Допустим Предмет Вот скажем Что-то там То вот это вот Вот этот оборот По своей По оси Это относительно оси Это будет twist Далее Что у нас здесь еще Disappointed Разочарован Дальше Очень интересное выражение Вот это I put it like that Я Если дословно Выложил Это вот так Ну это ясно Не очень красиво Поэтому put like that Можно перевести Как вот так Это объяснил Далее Skating was turning me Катание на скейте Превращало меня Я сказала превратит Но на самом деле Здесь превращало меня Turn me into Вот это вот Turn into Это превратить во что-то Turn something Или somebody Это не суть важна уже Into something Или somebody Превратить что-то во что-то Далее Some kind of mathematical genius Ну mathematical genius В принципе понятно Математический гений Здесь some kind of Вот это вот выражение Очень интересное Вот это все дело Какой-то Вот так вот это будет переводиться Какой-то Далее Do calculations Do calculations Сделать подсчеты Или просто считать Чтобы не морочить себе голову Считать Или рассчитывать То есть делать какие-то расчеты Далее In my head Вот это In my head Это устно В голове Если дословно Далее TH TH По сюжету Это Тони Хок Гуру В мире Скейтбординга Не знаю Возможно Я никогда не слышала Далее By the way Кстати Далее Что здесь еще Ага Далее интересная фраза Maybe If I tell you That's basically impossible Basically impossible Почти невозможно Или практически невозможно Значит дальше У нас стоит слово See И здесь у нас По большому счету Два варианта Можно сказать Что вы Начнете видеть Но здесь Скорее всего Имеется в виду You will understand Вот что здесь Имеется в виду То есть вы поймете Или вы начнете понимать Здесь слово See в значении Понимать Оно так часто Употребляется И дальше Бесподобная фраза Why he should Have a country Named after him Это кстати Cousative form Тоже стоит И здесь Перевод будет Недословный Потому что Дословно У нас Такой фразы Просто нет Почему Почему В честь его Не назвали Какую-нибудь страну Мы так не говорим Ну а эквивалент Это пожалуй Почему это ему Памятник до сих пор Не поставили Вот что-то В этом духе Если вы встречаете Выражение Named after И дальше Somebody Или something Это назван В честь Кого-то Едем дальше Мактвисты Итак Мактвисты Действительно Сложные И я даже Думать не начинала О том Чтобы их делать В основном Потому что Вы заканчиваете Тем Что Впечатываетесь Лицом В бетон Когда вы Тренируетесь Вы не можете Обойтись Без того Чтобы не упасть Каждые Пару минут Но Рэббит Как раз Это и делает Он такой толстый Что ему Все равно Сколько раз Он въехал Лицом в асфальт Он потерял Наверное Три сотни зубов Когда катался Я удивляюсь Почему люди Которые управляют Грин Сити Не собирают Его зубы И не устанавливают Их на верхушках стен Чтобы другие люди Не залазили ночью На чужую территорию Так как Некоторые Используют Для этого Куски битого стекла Итак Что мы имеем здесь Здесь достаточно Интересный Забористый абзац Значит Ну Рейли Харди Я думаю Мы и так знаем Далее Began thinking about them yet Тут в принципе Тоже все понятно Опять End up У нас звучит выражение End up У нас уже было Здесь как раз Это дословно Можно переводить Заканчивать Или все заканчивается тем Что Можно и так сказать А можно Вы заканчиваете тем Что В общем Вытираете мордой асфальт Можно и так сказать Eating a knot of concrete Вот это интересное выражение Если дословно Есть много Бетона Или цемента Ну в данном случае бетона Мы так не говорим Если сказать заменитель То пожалуйста Пожалуй Самый лучший Это впечататься В физиономии В асфальт Ну у нас как-то Не принято говорить В бетон В асфальт В основном Поэтому я напишу Этот вариант Если вы знаете лучше Можете написать В комментариях Я ничего против не имею Далее Слово practicing Practicing Можно так и говорить Практиковаться Или тренироваться Тоже как вариант Можно и так Далее Do without Или будет правильнее You can't do it without Да, пожалуй Здесь не do without Выражение Я не права Вы не можете сделать этого Без падений Слово slamming Вот это вот slamming Slam Это шлепнуться Упасть Причем упасть очень больно Упасть больно Растянуться в полный рост Шлепнуться со всей дури На землю Вот как-то так Далее Every couple of minutes Каждые пару минут Вот это couple of minutes Пару минут Далее И далее Интересное выражение But that's the thing about rabbit Можно это переводить как Это то, что касается рэббита Или Именно это рэббит и делает Вот так вот это будет Вот что здесь имеется в виду Далее He doesn't mind How much concrete he eats Ему не важно Сколько Сколько раз он растянулся на асфальте He doesn't mind Обычно слово mind Означает иметь против что-то Но здесь Если мы так скажем Будет не очень красиво То есть получится Что он не против Сколько раз он растянулся на асфальте Ну сами понимаете Не оно Поэтому здесь He doesn't mind Ему по барабану Ему все равно Далее Фигура речи Он потерял наверное Уже три сотни зубов И далее Бесподобная Тирада Которую Ну я знаю Как Ее достаточно сложно Понять И принять Итак Значит I'm surprised Начинается оно Вот здесь Вот это все дело Я удивлен Начало все нормально Здесь все дословно Все без проблем Значит Я удивлен Что люди Которые Run green city Вот это интересная штука Если дословно Ну дословно Здесь не переведешь Даже если очень захочешь Короче говоря Run green city Мне лень писать полностью Я напишу вот так Управлять Управлять green city То есть Власти green city Можно так было бы сказать Я удивляюсь Как это власти green city Чего-то там Управлять городом Вот так вот Далее Далее Не устанавливают его зубы На верхушках стен Что имеется ввиду Вот это вот устанавливают Ну будем говорить Ну как сказать Ну приклеивают наверное Или цепляют их Короче говоря Имеется ввиду вот это То есть Вот моя стена Условно говоря Вот А здесь у меня Когда втыкают куски Там чего-то острого Обычно это стекло Действительно Вот так вот Чтобы никто не залез Вместо колючей проволоки Вот что имеется здесь ввиду Итак Значит Не устанавливают Или не крепят его зубы На верхушках стен И дальше To stop people getting in at night Чтобы люди не залазили На чужую территорию ночью Вот это getting in Здесь нет слова чтобы Я его придумала Но здесь оно имеется ввиду Потому что здесь стоит инфинитив Чтобы Вот это Стоп Это чтобы Не Чтобы люди не залазили ночью И дальше The way some people use bits of broken glass Это то Как некоторые люди делают с кусками битого стекла Вот таким вот образом Едем дальше Несмотря на все это У меня был не очень хороший день Я не мог прекратить думать О том вечере в кинотеатре Или будем правильно говорить так Я не мог прекратить думать О вечере в кинотеатре Я знаю что это звучит глупо Но я не хотел появиться там С большой разбитой до крови губой А статистика показывает Что я чаще разбиваю свои губы Как раз в воскресенье Чем в какие другие дни недели Итак Что мы здесь имеем Значит здесь лучше всего Начинать с вот этого Though Несмотря на все это Вот так вот Или хотя Можно еще так Хотя Хотя у меня и был не самый лучший день Далее вот это хорошее выражение I couldn't stop thinking Если дословно Я не мог прекратить думать Или я не мог выбросить из головы Тоже как вариант Можно и так говорить Далее в принципе все понятно It sounds stupid Это звучит глупо Можно говорить звучит глупо А можно говорить выглядит глупо Или же можно так сказать Я знаю это глупо Тоже как вариант Можно sounds просто проигнорировать Далее turn up Появиться Далее bloody Разбитая до крови губа Большая Толстая Кровавая губа Если дословно Далее Ну в принципе Здесь ничего такого Tend to happen Обычно случаются Обратите внимание Что happen Употребляется С to Если случаться С кем-то Не with А to Здесь я наверное сделаю паузу Это была первая часть Я думаю что частей будет Даже не 2 А 3 Потому что текст уж больно здоровенный Поэтому ссылка на описание Прошу прощения Ссылка на скриншот Будет стоять в описании видео Если у вас нет Этой прекрасной книги И также ссылка на Дальнейшие продолжения Также будет стоять В описании видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok